Сегодня мы проводим финальный этап Гран-при Атака 2018 года. Данный турнир сегодня у нас собрал порядка 400 спортсменов в разных регионах Украины. Данные соревнования мы уже проводим третий год и этот формат себя оправдывает. На следующий год мы этот формат сократим на один этап и проведем три вместе с финалом для того, чтобы дать возможность Дима регионам тоже проводить соревнования. Подводя итоги уходящего года, хотелось бы отметить, что год был для нас очень насыщенным и удачным. Мы смогли попасть на юношеские Олимпийские игры. Дзюба Александр взял серебро на всемирной квалификации, принял участие в Олимпиаде. К сожалению, на юношеских Олимпийских играх зацепиться за медаль не удалось, но тем не менее мы туда попали. И Украина была в списке тех немногих стран, которым удалось взять лицензии для участия в юношеских Олимпийских играх. Молодежь у нас тоже достойно выступила на чемпионате Европы. У нас есть золото и радует то, что это золото именно нашего спортсмена Харьковчана, моего личного спортсмена Котяша Василия. Кодецкая сборная вообще поставила новый рекорд в своих выступлениях. Мы в Испании на Кодецком чемпионате Европы смогли занять в общем зачете второе место. И как бы это новый рекорд. Пока месяц еще никогда сборным не удавалось занимать вторые места в команде на чемпионатах Европы. Хотелось бы сказать, что останавливаться на этом сборная не собирается. Будем двигаться вперед. Наши спортсмены ничем не хуже, но там даже лучше многих других стран в Европе, в мире. Мы можем быть конкурентоспособными, мы можем бороться за медали, за победы. Всех с наступающим Новым Годом. В Новом Году всем здоровья, побед как в спорте, так и в жизни, в учебе. Всем все самое наилучшее. Этот год был для меня непростым, но я получил много интересного опыта. Я отобрался на чемпионат Европы, выиграл один бой против француза сложного. И так как я выступал младшим годом, я получил незабываемый опыт. В следующем году я планирую отобраться на чемпионат Европы и занять призовое место. В этом году это заключительный турнир, поэтому хочется стать чемпионом этого турнира и, в принципе, как можно более успешнее выступить. Следующий год для меня не менее важен, так как будет чемпионат Украины и хочется его пройти. И также в следующем году нужно пройти аттестацию на черный пояс, и я надеюсь, что я стану обладателем этого черного пояса. Моя мечта – стать чемпионом Олимпийских игр. Я думаю, у каждого тэквондиста или спортсмена есть такая мечта. Хочу поблагодарить своего тренера Андрея Васильевича Долгополова, так как он вкладывает в каждого из нас все свои силы и пытается сделать так, чтобы мы всегда становились чемпионами всех турниров. И желаю ему удачи и здоровья. Подводим итоги в конце года уходящего спортивного сезона. Для федерации, в общем, год более-менее удачный. Ну и выходим на финишную прямую подготовки уже к отборочным соревнованиям, к Олимпийским играм. То есть следующий год решает все, и поэтому весь план подготовки, вся система будет направлена именно на подготовку к Олимпийским играм. Хочу пожелать всем спортсменам, спортивному сообществу поздравить с наступающим Новым годом и пожелать больших, великих достижений спортивных. Для многих видов спорта следующий год это будет как раз квалификационным к Олимпийским играм, чтобы максимальное количество наших украинских спортсменов завоевало лицензию на Олимпийские игры и, соответственно, потом удачно выступило там.